всем привет вы на канале вокруг земли мы находимся где во вьетнаме город пункта у по-прежнему здесь идем по улице на улице 35 градусов жары сегодня хочу рассказать о том что во вьетнаме на данный момент прожить на 25 тысяч рублей можно по крайней мере в городе хашимин и пункта у точно не знаю как мчанг тананг в этих двух городах как хашимин и пункта у прожить на 25 тысяч рублей реально смотрите конечно же всех свои потребности кто где кушает кто где есть какие апартаменты у кого дома макашницы в ресторане то есть всех все по-разному но в принципе в принципе есть так посчитать на 25 тысяч прожить можно сейчас объясню смотрите хостел стоит 500 рублей в день с человека что хашимине что в ухтау то есть в месяц получается 15 тысяч рублей жилье дальше покушать можно на 100 рублей одно блюдо она называется кам не помню в камкам хом что такое по моему в общем то получается идет рис обивная салат и суп то есть полноценная еда соусы тому как в подарок это стоит где-то ну рублей 90 да то есть ну ладно 100 рублей округляем в день кушайте два раза это получается 200 рублей в день на еду в месяц получается 6000 но вы можете купить например широк а деширак здесь он другой то есть мы покупали тоже он прям ничем не отличается от фобо какого-то супа который макашин продают да то есть это еще дешевле вам выйдет но окей давайте не будем брать деширак возьмем полноценное блюдо получается 6000 на еду 15 плюс 6 это 21 то есть 21000 еда и жилье вы уже обеспечены смотреть здесь особо нечего но если даже пойти в какие-то музеи и заведения они очень дешевые либо без оплаты на то есть вот соответственно еще здесь можно посетить какие-то достопримечательности море безоплатное тоже и вот 4000 донгов я беру на 4000 рублей точнее получается если брать жилье 21 питание получается 6 ой жилье 15 питание 6 это 21000 4000 у вас остается на какие-то расходы получается что на 25 принципе прожить можно но опять же да то есть это я беру по минималке если вы просто хотите там прозимовать здесь как-то коротать срок какой-то до приезжает здесь как раз таки 25 тысяч месяц прожить реально но можно жить и в хороших апартаментах где классный бассейн где хороший номер где убираются где включены завтраки кушать безлимитных ресторанах кушать в принципе ресторанах делать доставку на дом кататься на такси тогда да тогда будет дороже и опять же у всех разные потребности разные деньги разные зарплаты но реально прожить на 25 тысяч во вьетнаме вполне нормально скромненько как вы живете дома в россии можно но вот в таиланде уже будет понапряжней за еду будете платить дороже с хостелами там тоже особо не дешево да то есть там уже подороже будет рублей 800 может даже тысячи в день снять жилье на месяц в таиланде можно где-то за тысяч 15 принципе можно найти да ну все же нет в таиланде будет дороже мне намного дороже вы летами все равно это дешевле так вот и получается что в целом на то есть люди же почему не ездят отдыхать потому что для них все дорого ну и работа конечно да тоже многих дано то есть не выездная а так если подумать то например если у вас онлайн заработок либо вы накопили денег пока не работаете можно прилететь и пожить спокойно просто конечно такой момент да что перелет дорогой его вьетнам с россии очень далеко лететь а вот мы прилетели с таиланда всего за по моему там 7000 доли билет стоил недорого не помню сейчас даже 4000 я видел просто мы его не успели купить соответственно получается что жить можно и вообще здесь в магазинах любых кафе таких магазинах как магнит пятерочка в них тоже есть готовые продукции она недорогая то есть готовить дома здесь дороже чем покупать поэтому покупать еду здесь гораздо выгоднее и кушать да и еще такой момент конечно минус в том что здесь получается виза только на 45 дней соответственно дольше приехать уже не получится это нужно выезжать другую страну как-то мотаться есть такой момент да но вот у меня есть знакомый он уже три года живет в таиланде он катается на байке он одевается хорошо то есть находки это магазин недорогие где брендовая одежда есть человек не работает и как-то имеет деньги еще и что-то покупать перепродают что-то мусит короче живет вообще на копейки вот мы например ездили в камбоджу делать визу мы платили там 5000 по моему бат это примерно 15 тысяч рублей а он получается ездил своим ходом и отдал там что-то пищи с чем-то что ли только за дорогу там и все то есть как вам можно реально здесь искать варианты кушать в храме он да иногда иногда его кормят друзья то есть как то вот как то вот такие такие люди которые живут я к тому что на 25 тысяч месяц здесь можно спокойно жить вообще ни от кого не зависит реально снять себе по столу либо даже квартиру подыскать за пятнашку этому тоже реально на еду вам хватит денег причем в россии вы на тысячу рублей сто процентов не купите себе еды да там вас не будет риса с мясом с отбивной супом и салатом этого точно не будет за 100 рублей в россии вы максимум два пирожка купить и все я вам говорю но нереально в россии под есть так сытно прям нормально с мясом сюда то есть я не знаю где если есть напишите может быть ваших городах это есть вот то есть и к тому что реально короче жить здесь можно поэтому имейте ввиду не бойтесь самое главное это просто ехать так кататься вставаться путешествовать вы же все это вы хотите но все боитесь типа на это надо много денег начинается то все ну конечно если жить кучерявы надо много денег да но опять же кто много зарабатывает он это понимает ему просто видеть на две недели вот отказывать это понятно но те люди которые зарабатывают нормальный в отпуске у них есть отпускные тысяч 50 вам хватит не переживайте не думать что вам 200 тысяч надо здесь нет нормальные деньги но единственно да имею ввиду что хватит на жизнь здесь а перелета конечно дорогой все встает в перелет реально а так если уехать например зимовать в азию полгода в таиланде ой три месяца в таиланде потом сюда дата на 45 дней в вьетнам потом еще обратно в таиланд либо там камбоджа лаос то есть кататься можно можно выехать заехать это все можно по бюджетному сделать в общем зимовать можно так могу сказать и на двадцать пять тысяч в вьетнаме прожить я говорю что да пишите ваше мнение на сколько вы жили сколько вам нужно денег в целом в россии сколько тратите здесь сколько нужно ставьте лайки тоже подписывайтесь на канал пишите комментарии я вам сейчас красиво место покажу какой-то храм че случайно забрел чтобы записать вам ролик все подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии всем пока